Итоги выполнения условий территориального соглашения в 2023 году подвели профсоюзные активисты на конференции трудовых коллективов Новоуральского городского округа. 162 делегата участвовали в работе конференции. Тему продолжит Антон Сапогов. Каждую весну делегаты конференции заслушивают отчет по выполнению трехстороннего соглашения. Отчитываются представители городской администрации, сторона работодателей и территориальная организация профсоюза. Они рассматривают вопросы разного плана, которые актуальны в отчетном году. Такие, как вопросы заработной платы, охраны труда, наполнение коллективных договоров социальными льготами и гарантиями. По заработной плате хочу сказать, что у нас во всех коллективах есть рост заработной платы. Он разный, но он есть во всех абсолютно у нас коллективах. Участие наших руководителей в наполнении коллективных договоров, теми социальными льготами и гарантиями, которыми пользуются работниками. Это тоже очень важный момент, потому что мы понимаем, что кроме Трудового кодекса, который закреплены определенные моменты в Трудовом кодексе, в наших коллективных договорах социальный пакет, конечно, расширен. Я рассматриваю коллективный договор, наш, разработанный на основе трехстороннего, как своеобразную конституцию. И уже в рамках коллективного идут разработки локальных нормативных актов. Все три стороны – профсоюз, работодатели и администрации Новоуральского городского округа внимательно отслеживают главные показатели социально-экономического развития города. Мы видим, что у нас и роль промышленного производства достаточно уже высоко, 125 процентов, 77 миллиардов, 400 миллионов, демонстрируют уверенный рост суммы инвестиций, 10 миллиардов, в том числе большая лепта внесена уральским электрохимическим комбинатом. Видим мы, как и растет заработная оплата среди бюджетной сферы муниципалитета, небюджетной сферы. В этом году заканчивается действующее трехстороннее соглашение. И все участники конференции, с учетом положительных тенденций в экономике города, вносят свои предложения в новое соглашение, в котором социальные гарантии работникам будут укреплены еще надежнее. Антон Сапогов, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания.